друзья всем привет всем здравствуйте добро пожаловать на мой канал для тех кто новенький я хочу сказать welcome здравствуйте проходите садитесь смотрите с удовольствием для тех кто уже со мной какое-то время я хочу сказать спасибо что смотрите меня я очень ценю это и сегодня я хочу снять видео которое наверное я давно хотела снять но не решалась и все думала стоит или нет и возможно как бы и не надо и по названию видео вы уже поняли что к чему и о чем я буду говорить и вот такая вот ситуация начнем наверное с того что многие из вас заметили что я выкладывала ролики постоянно потом вдруг я пропала потом опять появилась как бы так урывками и потому что все это происходило как раз с начала года и очень много мне пришлось пережить начнем наверное с того что мы с мужем планировали четвертого ребенка чтобы разница была с предыдущим то есть бенджамином с мальчиком с нашим примерно два года и я забеременела феврале и я была очень рада конечно же этому все были очень рады я хотела это снять но кто-то это снимает сразу же кто-то все-таки думать что это такой более интимные моменты не выкладывает его сразу на все общее обозрение я вообще по-честному хотела подождать месяца 4 и затем сказать своим подписчикам но все оборвалось и пытаюсь просто подобрать слова и в общем да не получилось на первом узи в семь недель и мне сказали что нет сердцебиение что есть плотное яйцо но нет сердцебиение как бы нет против и зачатки зародыша но нет сердцебиение и мне было рекомендовано подождать две недели они дали мне такие рекомендации и там я ждала это были самые тяжелые две недели моей жизни конечно же не не теряя времени я пошла к другому специалисту где за 350 долларов буквально вот ну узи сколько там ну наверно силы 5-7 минут длилось мне повторили это узи и сказали что да нет сердцебиение это было порядка недели после моего первого узи и мне сказали что плодное яйцо даже выглядит деформировано что это явная анембриональная беременность здесь она называется blighted album или an embryonic pregnancy дальше что было дальше я пошла сделала узи уже за своим доктором результат был тот же у меня было уже в районе девяти недель здесь говорят no fetal pole то есть нет зачатков зародыша но хардбит нет сердцебиение в принципе это значит что плод на яйцо есть зачатие произошло но ребенок не развился с этого генетического материала дальше меня направляют на ггч ггч у меня падала взяли 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 ггч как бы сегодня да и через два дня то есть today's apart с разницей в два дня они взяли ггч которое явно шло к нулю оно падало и потом не сделали еще одно узи У меня было в районе 10 недель, и опять ничего. Помимо этого, примерно недель до 5-6, как раз в тот момент, когда ребенок замер в развитии, я чувствовала очень много симптомов беременности. После этого они как будто постепенно сходились на нет. Единственный симптом, который был очень яркий, это усталость, постоянная сонливость, усталость, большой упадок сил, постоянное ощущение какой-то легкой болезненности, как будто бы ты, вот голова как будто бы затуманенная. И, наверное, это был единственный такой явный симптом. Остальные симптомы у меня присутствовали, такие как изредка меня тошнило, но в основном такие больше симптомов не было. Мой доктор дал мне 3 опции. Штать, пока выкидыш случится естественным путем. Выпить таблетку для аборта, самоаборта. И третье, это сделать аборт в офисе докторском. Я разузнала про все варианты. И такой вариант, как сделать аборт в докторском офисе, для меня не очень подошел, потому что это была общая анестезия. Здесь называется клиника абортов. В Калифорнии называется клиника абортов. Куда ты просто приходишь утром, тебе делают процедуру, операцию, ее здесь зовут, surgery. И буквально ты отходишь от анестезии, ты уезжаешь домой, буквально in and out. То есть ты приходишь в клинику и тут же уходишь. Буквально занимает меньше чем полдня, считанные часы, и ты уже можешь идти домой. И как бы это выглядит, как таким потоком. Немножко меня это смутило, общая анестезия, что это все-таки операция, операция это всегда риски. Потом то, что это такой поток туда-сюда. Немножко как бы мне не нравилось это, чувствовать себя в этом потоке женщин, которые идут убивать своих детей. В основном таки они идут туда по собственному желанию. В моем случае просто было так, что не было зародыша, была беременность. Но не было зародыша, не было ребенка. И я была вынуждена это делать и находиться в одном месте с женщинами, которые как бы идут туда со здоровыми детьми, которые просто не хотят этих детей. А 90% было бы таких в этом офисе. Я не хотела. Я выбрала таблетку. И я приняла таблетку. Я пропущу все эти эмоциональные части. Но по физическим аспектам могу сказать, что это не было сильно больно. Я приняла обезболивающий вместе с таблеткой. Потом на протяжении дня я пила обезболивающий. И у меня вышло, все вышло в течение, наверное, трех часов. Что еще хотела сказать, что за несколько дней до принятия таблетки, за 2-3 дня уже начало кровить. И, как сказал мой доктор, сейчас ты можешь либо подождать, но это может занять от недели до двух, может и три недели. Так ты можешь и принять таблетку, чтобы ускорить процесс. И все-таки тот аспект, что у меня все началось естественно, оно мне помогло, помогло моему организму ускорить процесс. И процесс начался очень быстро, интенсивно. И закончился тоже очень быстро. Три часа это nothing. Это ничего. Потом на протяжении дня еще выходили какие-то сгустки, выходила кровь. И дальше, как бы все пошло на нет, дошла кровь. Но это выглядело как месячные. В принципе, особых боли не было. И, ну, наверное, все. Это все случилось в апреле. Далее мы берем май, и я опять забеременела. Я узнала о беременности за пару недель до поездки на море, на Карибское море, на Ямайку. И я позвонила своему доктору, которая сказала, что я могу ехать. Там безопасно. Единственное, что не носи ничего тяжелого, не поднимай никакие чемоданы. И веди такой, как бы, ну, спокойный образ жизни. Все спокойно, плавно. И, как бы, вот так аккуратненько. У меня было очень много симптомов. В этот раз у меня так увеличилась грудь. Она была очень чувствительная. Очень тяжелая. У меня было такое вздутие живота, как будто бы сразу вот месяц пятый. У меня был просто дикий аппетит. Усталость. Это просто вообще стопроцентное. Постоянно хотела спать, постоянно хотела есть. И другие симптомы беременности не прошли стороной. Было, в принципе, все. И прям вот так очень интенсивно, пока я была там в поездке. В поездке я была очень аккуратна, очень safe. Очень я так все делала, прям так вот с пристрастием ко всему относилась. И мы приехали домой. У меня было в районе шести недель. В восемь недель я пошла на УЗИ, чувствуя, в принципе, очень много симптомов беременности. Единственное, что, наверное, аппетит был не таким ярко выраженным, каким он был до этого. Но я не придавала этому значения. Все остальные симптомы, а главное из них, это просто усталость, нечеловеческая какая-то. И вот моя грудь, она и так по природе большая. Но здесь она увеличилась просто до таких каких-то буснословных размеров, что я прям такая, все классно. Все вот прям должно быть хорошо. Они проверяли мой ACG, это HGC по приезду. У меня там было что-то, оно немножко по-другому измеряется. Я смотрела в русских чатах, это немножко другие цифры. Но на шесть недель, когда я приехала, мое HGC было в районе 18 тысяч. Они сказали, что это прям классно, да. Они его измеряли. Потом еще через два дня оно пошло хорошо в роз. И они сказали, ну вот, все классно, да, мой доктор мне звонила, поздравляла, говорила, все должно быть классно, все выглядит классно, иди на УЗИ, проверяй ребенка, сердцебиение, все, давай, удачи. И дальше случается один в один. Нету признаков зародыша, нету сердцебиения, есть плацента, есть плотное яйцо, плотное яйцо росло. В отличие от первой беременности, которая была неудачная, там тоже росло плотное яйцо, но потом оно становилось в развитии. Здесь оно росло просто вот сколько должно было быть недель, оно росло так же вот, как вот и должно было быть. Оно и выделяло гормон беременности вместе с плацентой. Но ребенка там не было. Меня направили на УЗИ через неделю. Та же самая ситуация, плотное яйцо еще выросло. Оно было уже такое большое, значительное в размерах, но помимо плотного яйца нету зародыша. Нет сердцебиения. Ну, ничего нет. На тот момент мои симптомы начали уходить на нет. Нет уже где-то в 9 недель, да, они стали сходить на нет. И дальше доктор решает проверить, как ведет себя мой ХГЧ. На протяжении недели я сдавала ХГЧ. То есть было уже 10 недель, когда мой доктор мне позвонила и сказала, здесь уже нет смысла ждать, если ты хочешь, мы подождем. Но как бы здесь все понятно, что история повторилась. И, к сожалению, у тебя, вот как обычно, три выбора. Ждать естественный мискуридж. Мискуридж, это выкидыш, выпить таблетку и идти на аборт. Конечно же, я сказала, что давайте таблетку. Потому что я была не готова к аборту такому физическому, к операции. И мой доктор, кроме этого, сказала мне, что твой организм уже знает, как это делать, как избавляться от беременности. Поэтому с высокой долей вероятности таблетка тебе поможет. И все будет как бы хорошо, все пройдет гладко, не переживай. И на этот раз я приняла таблетку уже было почти 11 недель. Буквально без одного или двух дней. И немножко по другому сценарию все пошло. В первый день после приема таблетки почти ничего не вышло. В основном таки кровь и немного ткани. Потом проходит еще один день. Я звоню доктору, говорю, доктор, ну вот что-то таблетка не помогает. Она говорит, подожди, дай своему организму время 4-5 дней. Если через 4-5 дней ничего не будет, я дам тебе повторную таблетку. Я спрашиваю, сколько таблеток можно выпить максимум. Она говорит, два раза. Один раз ты уже выпила, второй раз, если надо будет, я тебе дам через 4-5 дней. Если это не сработает, то уже ты идешь на операцию. Она говорит, но с высокой долей вероятности после второй таблетки все выйдет. И вообще давай подождем, посмотрим, как это будет. Она была права, буквально через 2 дня после принятия этой таблетки у меня стало все выходить. Процесс случился. И дальше уже все пошло на нет, дошла кровь, но очень немного. Через 10 дней после приема первой таблетки, первой и единственной, после этого дня мне сделали УЗИ. Сказали, что все хорошо. У меня уже 2 раза проверили ХГЧ, он идет вниз. На УЗИ сказали, что как бы все ткани вышли, все хорошо. УЗИ они обязательно делают. И после того выкидыша в апреле мне тоже делали УЗИ. Сказали, что все вышло. И сейчас мне сделали УЗИ. Сказали, что все вышло. Еще продолжать делать ХГЧ. Как только ХГЧ будет ноль, то есть можно считать, что все закончилось. На данный момент я 2 недели после принятия таблетки для самого аборта дома. И I'm ok. Я более-менее ok. Более или менее. Конечно, так это вот, я об этом рассказываю как бы быстро. И ну вот, как есть, так есть. Но на самом деле оно не так все легко, быстро, гладко. И так вообще, как вот я рассказываю, переживать все это, проходить через это, это большой стресс, большие эмоции. И ничего не предвещало беды. Мы просто, ну, подумали, что было бы хорошо 2 девочки и 2 мальчика. Если будет девочка, будет замечательно. Но что-то пошло не так. Сейчас план такой, что хочет мой доктор, она хочет проверить все в моем организме. Мой муж тоже делает аппоитменты, чтобы проверить все. Но мы не спешим, потому что на протяжении следующего в районе 9 месяцев-года мой доктор хочет, чтобы организм отдыхал. То есть мы берем брейк, мы берем перерыв. И, возможно, где-то к середине следующего года, может быть, мы попытаемся опять, посмотрим, что получится. Но на данный момент я буду проходить ряд тестов, ряд анализов. Выяснять причину, что происходит в моем организме, что случилось после трех беременностей. Потому что я в конце 20-го года родила Бенджамина. И я считаю, что ничего такого сверх такого вот прям вот неординарного, да, вот со мной не произошло. Почему так случается, нет понятия. Поэтому для тех, кто думает, что вот они как кошки плодятся, да, вот там многодетные семьи, или вот там бездумно рожают, на самом деле это не бездумное все. По крайней мере, я рассказываю про свою семью. Мы к этому подходим с большой аккуратностью, с большим планированием, с большой осторожностью. И, как вы видите, даже в семьях, где много детей, не всегда бывает все гладко. И та женщина, которая уже рожала много раз, и решившись еще на один раз, не всегда бывает все гладко. Вроде бы ты думаешь, ну что может пойти не так, что-то может, и что-то пошло. И на данный момент, на данный момент, как бы вот такая вот ситуация, я прихожу в себя. Мне очень тяжело сейчас выпускать все ролики в предыдущих, ну вот с моим расписанием, которое было раньше. Это было каждый день и через день. Потому что, во-первых, я еще в принципе теоретически беременна, и я испытываю очень много симптомов, которые влияют на меня. Это прежде всего усталость, сонливость, какое-то вот такое вот состояние, что тебе хочется просто лечь и ничего не делать. Кроме этого, это еще и определенные mental health, кто меня понял, напишите, как это правильно сказать. Психическое здоровье, да, не только физическое, но и психическое здоровье тоже немножко страдает. Мне предлагали помощь психолога, но я не считаю, что она мне нужна. Я как бы нормально, мне просто нужно время прийти в себя, оклематься, так скажем, адаптироваться к ситуации. Но такой симптом, как постоянная усталость, такое вялое состояние, вялое текущее, оно длится у меня что ту беременность, что сейчас. И я знаю, что оно продлится еще, ну как доктор сказал, может быть месяца полтора-два после того, как все закончится. Как бы каждый организм адаптируется и восстанавливается по-разному. Кроме того, мой доктор сказала, что да, конечно, питание надо пересмотреть, но я и так питаюсь, стараюсь питаться очень правильно. Фрукты и овощи всегда в моем рационе. Кроме этого, сон, она сказала, даже 7 часов в день мне надо спать. Я сплю, по крайней мере спала меньше. В основном таки все видеоролики я монтировала, когда дети уйдут спать уже вечером, начинаю где-то с 11 до часу ночи. Я монтировала и каждый день я просыпаюсь в 6, у меня будильник, потому что дети, школы, занятия. И, в общем, да, мне надо вставать в 6 каждый день, кроме воскресенья. В воскресенье дети обычно просыпаются в районе 7, я поднимаюсь в 7. В субботу у нас тоже занятия, очень много занятий. Мы просыпаемся также очень рано. Я просыпаюсь в 6, собираюсь, что-то делаю по дому, завтрак. Дальше уже идут дети, обожжу детей. И я поняла, что мой сон, это очень важно для восстановления моего организма, для физических и моральных сил. Поэтому я решила, что я буду монтировать видеоролики, как только у меня будет в течение недели какое-то время. Да, вот утром или днем. Вечером я теперь буду посвящать время сну. Да, может быть, я что-то где-то замонтирую вечером, но я буду фокусироваться на сне и отдыхе. Потому что, как сказал мой доктор, сон очень помогает восстановлению и психического, и физического здоровья. Поэтому, да, я теперь буду стараться больше спать, больше отдыхать. И данный этап моей жизни закрыт. То есть, пока мы не планируем четвертого ребенка, пока я буду проверяться. И муж тоже хочет провериться. И если все будет хорошо, то через год, возможно, мы попробуем. Но я ничего не загадываю. Нельзя загадывать на так долго в нашем меняющемся мире. Поэтому на данный этап, на данный момент моей жизни, как бы, я ставлю период, я ставлю точку. И беру брейк. Беру какой-то период отдыха. Но не от ютуба. Я в силу своих возможностей буду записывать ролики. Кто не проходил через то, что прошла я, через повторяющиеся выкидыши, тут, наверное, меня не совсем поймет. Кто проходил даже через один, меня поймет. Но еще хотела сказать, что у меня был и третий выкидыш, который, как здесь называют, chemical pregnancy, это химическая беременность. То есть, тест на беременность был положительный, но через пару дней началась менструация. Но, так скажем, наверное, к счастью, не совсем это меня задело, потому что, как бы, все случилось само собой. Но вот эти вот две последних беременности, которая закончилась в апреле и которая закончилась сейчас в августе, да, они меня немножко вывели из строя. Потому что два раза подряд такая ситуация, это очень тяжело для головы, да, для твоего физического здоровья. И это занимает время, да, it takes time to restore, чтобы, как бы, пополнить запасы, восстановиться, да, ну, как бы, чтобы все улеглось. И вот немножко такое грустное видео, и я все еще очень уставшая, плюс я немножко приболела. И вообще еще у меня есть гормоны беременности в моем организме, которые не ушли, поэтому у меня такое состояние такой вялости, какой-то подавленности. Ну, наверное, это то, как я себя сейчас чувствую и ощущаю. Я с моим гинекологом постоянно в контакте каждую неделю, и мы постоянно созваниваемся, мы постоянно на связи, мы постоянно делаем тесты, УЗИ, ХГЧ, и обсуждаем эту ситуацию. Она меня поддерживает, и мы обязательно найдем план, как сделать так, чтобы все-таки все получилось. Я не очень бы хотела, чтобы вы меня спрашивали время от времени, там, как ситуация с четвертым, потому что это очень щепетильная тема, очень sensitive topic. И, наверное, если все получится, как я уже говорила, спустя какой-то момент времени я сама все скажу, но хочу вам сказать, что это будет не в ближайший год, и даже, наверное, может быть и полтора. Поэтому, как только все будет, я все скажу, не сразу, но я обо всем расскажу. В общем, вот такая жизненная ситуация, вот так бывает. И если вы прошли через что-то похожее, пожалуйста, дайте знать, может быть, вы сейчас проходите через что-то похожее, или ваши коллеги, друзья, родственники, сестры проходили через такое же, дайте знать, как быстро они восстановились. Ну, в общем, спасибо за просмотр, я прощаюсь, друзья, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал 50 оттенков Америки в Телеграме и в Ютьюбе. Bye, guys. Have a good one.